Приветствую вас, Евгений. Ну вот, для вас, судя по всему, значение это имеет. Иначе бы вы, очевидно, не писали бы то, что написали. То есть получается, что для вас это имеет значение. И получается, что для вас это значение имеет очень, очень разное. Вам кажется, что вы, ну, не знаю, себя не цените, да, получается, типа того. То есть момент здесь, он вот такой. И что значит, вот вы спрашиваете, да, имеет ли значение. Ну вот, для вас имеет значение, очевидно. Вот. Слава. Как оно для других, а имеет ли это, собственно, вообще значение, да. То есть понятно, что если все время первым пишешь, то кажется, что навязываешься, это нормально. Это естественно, что кажется, что вот как так, вот все время пишешь первым, что-то не так, да. Это понятно. Это понятно. И понятно, что, ну, в идеале, вот прям, вот прям вот в идеале. Хотелось бы, наверное, чтобы все-таки люди как-то вот равноценно общались, равноценно, ну, как-то вот взаимодействовали друг с другом. Вот. А, ну, другой вопрос, то, что не всегда это получается, да. Другой вопрос, то, что не всегда это выходит. Другой вопрос, то, что люди все разные, по-разному воспринимают, собственно, то, что они, ну, то, что делают, вот. И не у любого человека, не у каждого человека есть возможность, я имею в виду психологическая возможность писать, допустим, первому. Вот. Поэтому, если человек изначально был такой, если человек изначально был такой, что вот он не может выражать свои, не может начинать первый диалог, да, не может инициировать его. Если человек изначально был таким, то, наверное, с этим уже ничего не поделать. То есть вы можете либо просто принять его таким, вот, какой он есть, либо не принимать его таким, какой он есть. Вот. Но в таком случае, и в таком случае искать себе просто вот другого товарища, искать себе просто другую пару и с этой же другой парой, с другим партнером выстраивать отношения. Вот. Собственно, всё на этом, то есть тут вариантов больше нет. Ух ты. Если же, если же партнер изменился, да, изменился, стал вот по-другому себя вести уже в процессе, то есть это был именно процесс. Если партнер изменился в процессе и стал вести себя по-другому в процессе, то вот тогда, в таком случае, мне кажется, что, тем более, в таком случае навязывается, конечно, что, потому что партнер, получается, вот принял какое-то решение, да, увидел, что, ага, типа она пишет всё время, первый, вот, а ну, соответственно, давай я там не буду ей писать, вот, какая она первая напишет, вот. Это неприятно. Это неприятно и это нормально. Нормально. Это нормально, что неприятно такое. Никому было бы неприятно такое. Понимаете? Другой вопрос. Другой вопрос. Вы пишите. Если я всё время пишу людям первое, то у меня возникает чувство, что я не важна совсем. Вот это проблема самооценки. Вашей самооценки. Это вопрос того, зачем, для чего вы пишете людям. То есть я вот серьёзно говорю, да, с какой целью, с какой целью вы пишете людям. То есть если вам есть, например, что сказать, к примеру, человеку, это одно, если вам есть что сказать, это одно. Но если вам нечего сказать, допустим, и вы всё равно пишите зачем-то, да, это другой момент. То есть тут вот нужно исследовать. эту историю, исследовать этот момент, и тогда будет, наверное, позитив. Вот. Ну то есть тогда вы вот в некую такую гармонию, да, в некую гармонию для себя войдёте, в некую гармонию. А пока что это, просто вот пока это просто, я бы сказал, вот знаете, я бы сказал, это дезориентация идёт. Ваш. Ваш. Понимаете? Вот. Ну, это, опять же, это мне так вот видится ситуация на данный момент, на данный момент, по крайней мере. так она мне видится. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Такой ответ. Такой ответ. Такой ответ. Такой ответ. Такой ответ.